Оскорбление Назарбаева не будет преступлением. В Казахстане декриминализуют посягательство на честь и достоинство первого президента. Нескольким пострадавшим от пыток во время январских событий принесли официальные извинения. Пытавшие в основном избежали ответственности. Токаев призывает извлечь уроки из преступлений тоталитаризма. Активисты говорят, что репрессии продолжаются. Здравствуйте, это Азатык. Итоги недели. Из Уголовного кодекса Казахстана исключают статью, которая предусматривала наказание за оскорбление Нурсултана Назарбаева. Проект изменений поступил в парламент. Депутаты говорят, что поправки носят технический характер. Их рассматривают через 4 месяца после отмены закона о первом президенте Ельбаса, который лишил экс-главу государства многих привилегий, статуса лидера нации, а членов его семьи, иммунитета от преследования. В Конституции сейчас нет понятия Ельбаса. Закон о Ельбаса утратил силу. В законах еще встречается термин Ельбаса. Законы постепенно будут корректироваться. Мы будем их брать в работу по мере поступления в Можилис. Проще говоря, будем вычищать. Но Назарбаев останется под защитой в соответствии с законом о президенте, в котором прописаны гарантии для бывших глав государств. Позиции Назарбаева ослабли после кровопролитных событий начала прошлого года, когда на улицы вышли тысячи людей, выступив против политического наследия экс-президента. Коррупции, непотизма, социальной несправедливости. Протесты перетекли в беспорядке, и власти открыли огонь. Погибли по меньшей мере 238 человек. Во время и после кровавого января задержанием подверглись тысячи людей. Сотни заявили об издевательствах под стражей. Пытки в основном остались безнаказанными. Уголовные дела закрывались одно за другим с формулировкой «за отсутствием доказательств». Даже при наличии таковых. На этой неделе 37-летний алматинец Ермек Абдрешев, который был ранен в ходе январских событий, а затем вывезен полицейским спецназом из больницы в изолятор, где подвергся пыткам, получил официальные извинения. Абдрешеву вменяли участие в массовых беспорядках, но почти через год дело закрыли. В конце мая прокуратура извинилась перед пострадавшим от пыток, который из-за ранения и неоказания своевременной медицинской помощи лишился зрения. «Я не испытывал каких-то сильных эмоций от полученных извинений, потому что извинения не вернут мне зрение и возможность видеть этот мир. Но радует, что правда всё-таки раскрылась». Абдрешев планирует взыскать с государства ущерб за потерю здоровья. Он мечтает хотя бы частично вернуть зрение в зарубежных клиниках, а для этого нужны большие средства. Казахстанские прокуроры принесли извинения ещё нескольким пережившим пытки в январе. Некоторые из них обратились в суд с требованием компенсировать ущерб. Недавно столичный суд удовлетворил иск жителя Усть-Каменогорска Тлиужана Сайлау-Ула к государству и постановил выплатить ему миллион тенге. Его земляку Ренату Жубакову по решению суда должны выплатить 5 миллионов. Пострадавшие считают эти суммы недостаточным возмещением за пытки и потерянное здоровье. В союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех. На минувшей неделе президент Казахстана Касым Жомар Токай в ходе визита в Москву назвал союзное государство России и Белоруссии феноменом. Единым политическим и военным пространством внутри другого объединения Евразийского экономического союза. Токай заявил, что даже ядерное оружие у Москвы и Минска одно на двоих. И добавил, что это отдельный уровень интеграции, с которым нужно считаться. Эксперты и обыватели строили догадки, о чём хотел сказать Токаев. И вот после этой неоднозначной тирады белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Казахстан вступить в союз с Россией и Белоруссией. Сначала Аккорда заявила, что планов вступать в новые союзы или учреждать их у Астаны нет. Затем она разместила видеозапись с Токаевым, который сказал, что предложение Лукашенко всего лишь шутка. Я по достоинству оцениваю на шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. 31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических репрессий и голода в степи в 30-х годах прошлого столетия. В Алматы в этот день планировали провести траурный марш, но акция не состоялась. Активисты заявили, что их заблокировали в своих домах, не позволив добраться до сквера рядом со зданием, где много лет назад располагался НКВД – инструмент сталинских репрессий. В самом сквере в это время проходила официальная церемония с участием чиновников. Они возложили цветы к памятнику жертвам гонений и голода, прочитали молитву. Затем к монументу подошли активисты. Они считают, что в современном Казахстане продолжаются преследования по политическим мотивам. В сквере и рядом с ним 31 мая были усилены меры безопасности. Активисты сообщили о перебоях с мобильным интернетом. У дороги было припарковано несколько автобусов с полицейским спецназом. Усиление связывают с визитом в Алматы Токаева. В своем твиттере в этот день Токаев написал, что стране нужно извлечь уроки из преступлений тоталитаризма, чтобы не повторить их в будущем. Правозащитные группы отмечают, что в Казахстане неугодные активисты сталкиваются с административным наказанием за выход на акции протеста и с уголовным преследованием за критику власти. Но официальная Астана наличие политически мотивированных дел и политических узников отрицает. Случаи преследования активистов попадают на страницы отчетов международных организаций, докладов Госдепа о ситуации с правами человека. Казахстанские власти на эти отчеты, как правило, не реагируют. Такими мы увидели главные итоги этой недели. До встречи!